Олег Ажемяка побывал на стройплощадках Владивостока, где возводятся важные для города и края объекты. Ряд из них планируют создать уже до конца текущего года. Первой точкой, куда прибыл глава региона, был культурно-образовательный комплекс на острове Русском. Он посетил учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии, образовательного центра и интерната для учащихся в Центральной музыкальной школе. Сводная строительная готовность этих объектов составляет 90%. Вы уже будете набирать педагогический коллектив? Да, это общеобразовательную, а вся музыкальная специальность у нас все набраны полностью, что-то комплектованное. И летом мы уже готовы здесь будем летнюю творческую школу проводить. И для наших учащихся, и мы вот приглашали ребят из региона, из Владивостока, а это вообще возможность еще и Дальний Восток не захватить. Ну да, у вас получается, в принципе, вы только на одну четверть заехали. Да, да, это совершенно не целесообразно. Следующий объект, готовность которого проверил губернатор, дорога к поселку экипажному на Русском острове. По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, до середины ноября в асфальт оденутся 2,7 километра, и еще полтора километра заасфальтируют в следующем году. Здесь работы идут в графике, все понятно, вот начиная с субботы уже приступили к асфальтированию. Ну, работы там более чем наглядные, поэтому и главное, как бы в прошлом году мы уже по этому пути там прошли, сроки понимаем. Сейчас с расширением делают. Да, причем с запасом. Вот с Юрием Александровичем обсуждали, что мы делаем запас, в том числе, на такую пока вот не сформированную, но все-таки велодорожку. То есть, что у нас будет возможность использовать эту территорию не только под пешеходный трафик. Олег Кожемяка побывал и на стройплощадке новой школы на 1270 мест в районе Патрокло, которую планируют открыть в 2023 году. Тут есть отставание от графика на два месяца, и глава Приморья потребовал нарастить темпы, спланировать работы, привести в порядок стройплощадку. Нужно увеличивать количество людей до 300-350 человек, чтобы ежедневно работали на объектах, вовремя закупать материалы, провести еще по организации строительства некоторые работы, чтобы площадку привести в соответствие. Ну и будем проезжать здесь раз в 10 дней, смотреть, сколько человек. Город закрепил здесь свой УПС, который будет смотреть, делать фотографии, хронометраж рабочего дня, как расставлены силы средств. Школа будет иметь большое значение для микрорайона Патрокло. Подводя итог проезда, Олег Кожемяка особо подчеркнул, что все вышеназванные объекты имеют большое значение не только для Владивостока, но и для Приморья в целом. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.